Всем привет! Сегодня я вам скажу о двух книгах. И первая это Фенни Флэг «Дэйзи феи чудеса». Дэйзи феи, феи. Чем она? Книга написана в стиле дневника, некой девочки, не из особо лесократической семьи, которая очень подробно ведет свой дневник и фактически каждый день пишет что-то о своей жизни. Книга написана очень легким таким языком, читается достаточно быстро, я бы даже сказала, очень быстро, очень скоро, очень увлекательно. Но сами не заметите, как ее дочитать, до такой степени это быстро произойдет. Никаких особых чудес здесь нет, то есть я имею в виду вот прям магия. Просто обычные дни, не вполне обычные девочки по характеру своему и с помощью дневника, который она ведет в смысл жизни, она является тем, как она возрослеет, целеет, какие цели преследуют, чего достигает или не достигает. И это самая первая книга Фенни Флэг, если видите биографию, которая здесь в конце вкратце указана. Следующую книгу я хотела очень долго, это Эдвард Терезерфорд, Лондон. У него также есть Ирландия, Франция, Стоунхедж, еще какие-то книги. И я очень долго о нем мечтала, потому что, а здесь вы, как видите, два тома, и те, кто подписаны на меня в инстаграме, уже видели эту книгу там, и мой отзыв о ней такой кратенький. И, как я уже сказала, я очень ее хотела. И знаете, почему? Потому что мне сказали, что в этой книге история Англии, и не просто история Англии, а на примере представителей рода, которая через потомков этого рода прослеживается история, начиная от кельтов и заканчивая современностью. Конечно, что я человек помешанной истории и народословной. Очень захотела прочитать, и я прочитала. Действительно, это была хорошая идея, и автор с ней справился. Но с временем читать становится тяжело, потому что нужно запоминать очень много имен. И здесь не с помощью одной родословной прослеживается история страны. Нет, нет, нет. Здесь несколько родословных, которые между собой каким-то образом пересекаются. Допустим, там, человека спас человеку большую жизнь, и вот как их потомки взаимодействуют. Потом на протяжении веков последующих показывается, очень интересно за этим зайти. Так вот, выходит, вспоминать, просто невероятное количество информации, потом отслеживать, пишется, допустим, год такой-то, например, 1300, я не знаю, 55-е. И в следующей главе, там, уже 1399-е. И уже помню, сколько лет прошло, и прикидывать это, и в результате устаёшь. Я устала уже достаточно на концу первого тома, начала уставать. А второй я читала прям очень медленно, несмотря на то, что я покажу вам их. Не знаю, что второй том тоньше, я бы читала, пожалуй, даже дольше, чем первый том, потому что моя копилочка переполнилась. Но идея хорошая. Я, правда, не знаю, решусь ли я взять у этого автора ещё книги. Но если я решусь, то не скоро, потому что у меня накопилось достаточно много новых книг, которые ждут своей очереди. Я не хочу их обижать, к тому же мне нужно отдохнуть, всё-таки я буду встала. Это всё, о чём я хотела вам сказать. Пока и до скорых книг.